Уснула и не проснулась. Восемь месяцев находится в коме двухлетняя девочка в Караганды. По словам мамы, ребенок абсолютно здоров, но его мозг не может проснуться. Такой случай в нашей области единственный. Что думают по этому поводу врачи и почему не могут помочь, узнавала Людмила Батюшкина. Овощи обязательно раз в день. И только оба обязательно раз в день. Утром, днем и вечером, вот уже на протяжении восьми месяцев, Шинар Микмагомбетова готовит свежую еду и на автобусе отвозит в реанимацию к маленькой дочке. Ее кормят через зонт. Шинар – учитель истории. В школе специально для нее составили расписание уроков так, чтобы она успевала ухаживать за ребенком. Она родилась на день Конституции. Она у меня умница. Она говорила, мама, папа. Она держала бокал сама. Абсолютно здоровый ребенок, понимаете. И вот так вот все случилось. И я не могу просто опустить руки, глядя на то, что она смотрит на меня, каждый день открывая глаза. Она плачет, как будто она просит, что мама, сделай что-нибудь, чтобы я наконец-то проснулась, понимаете. Ей просто нужно помочь. 26 декабря прошлого года, по словам Шинар, маленькая Аяулым стала вялой, а на следующее утро девочка не проснулась. Ее положили в реанимацию. Дважды за полтора месяца и за день до этого мама с девочкой обращались в больницу. По словам Шинар, пока дочка в реанимации, врачи провели все исследования, какие могли, в том числе генетические. Но точно не могут сказать, что с ней. То есть ребенок соответствует своему росту, весу. У ребенка на момент поступления было два зуба, сейчас их 12. То есть она набирает в весе. Ребенок реагирует на прикосновения, отдергивает ноги. То есть ребенок плачет, она открывает глазки, но не фиксирует взгляд. Ну, реагирует на боль. И я считаю, что я не хочу, чтобы врачи считали, что мой ребенок безнадежный. Врачи менее оптимистичны. По их словам, уже во время беременности ребенок был инфицирован тремя вирусами – цитомегаловирусной инфекцией Эпштейна Бара и вирусом герпеса человека. И хотя в четыре месяца девочку пролечили, вирусы, видимо, повредили клетки мозга. Это необратимо. Они просили согласия мамы на еще одно противовирусное лечение, но оно токсичное. А гарантии врачи не дают. Шинар отказалась. Были проведены несколько онлайн-консультаций с неврологами ведущих медицинских центров страны. Результаты неутешительны. Мама хочет одно и то же, чтобы ребенка разбудили. Но это не в состоянии мы на сегодня сделать. Но мы делаем все, чтобы поддержать ее жизненные функции. Но, увы, функции не нарастают. Функции неврологические, они в большей степени даже угасают. Если бы не было надежды, мы бы восемь месяцев не оказывали помощь. Мы делаем все. И у нас надежду, мы надежду не теряем. Врачи советуют родителям девочке готовиться к худшему и даже обещали отправить ребенка в хоспис. Тем не менее, мама верит, что ребенок проснется. Девочка нетранспортабельна, но московские специалисты обещали помощь. Правда, для этого нужно привезти их в Караганду и оплатить их работу и нахождение здесь. Шинар уже написала письмо министру здравоохранения и ходила на прием к помощнику президента. Аида Балаева пообещала лично обратиться к министру.